Привет, дорогой зритель! Снова я, Михаил, канал Кордовый Блогер. Сдал ребятенка в садик. И можно, наверное, вам распаковать, показать очередную новинку. Под Сяоми. Ты спросишь, ну недавно же был подобный обзор. Нет, ребят, тот обзор был на Redmi 6A. Данный обзор на Redmi 6 просто. Аккумулятор у меня почему-то стоит не тот. Аккумулятор разрядившийся. Я сейчас открою, закачаю и сразу покажу и расскажу. Никуда не уходи. Итак, Redmi 6. Да, симпатично, да, красиво. Ну давайте поподробнее. Что сюда засунули? 8.1 Android Oreo. Интерфейс MIUI или MIUI. Хрен его знает, как он правильно называется. Ну, в общем, 9. Диагональ получилась. Дисплей у нас 5.45. Восьмиядерный Helio P22 до 2 ГГц. Забыл я его включить. Ну, пускай включается. Значит, что не нравится. Пленочка транспортировочная. Будете любезно ее удалить. Иначе на ней всякие надписи. Не сильно здесь нужны. Да, что ж такое. Как тебя подцепить-то? Соотношение сторон экрана 18 к 9. И в отличие от 6А, здесь уже получается спаренная камера 12 и 5 мегапикселей. Также LED вспышечка, сканер отпечатка, ну и так далее, и тому подобное. Так, давайте я вытру руки, и мы продолжим. Динамик расположен сзади. Не совсем хорошо. То есть, если вы его положили на стол и смотрите видео, да, оно будет немножко приглушенным. Да, что ж такое. Сканер отпечатка работает быстро. Срабатывает хорошо. Из небольших минусов, он, как вам сказать, неглубокий. То есть, когда вы прислоняете сюда палец, вы тактильно не можете понять, вы просто к стенке прислоняетесь, либо попали туда, куда надо. Обещают, что на нем будет с одним из очередных обновлений работать Face ID. Достаточно удобная функция. И что изменилось, делал обзор на 6А и что-то как-то не глянул, по умолчанию сказал, что все хорошо. Есть инфракрасный порт. Нет. 6 и 6А убрали отсюда инфракрасный порт, который был во всех их моделях. Также понизился аккумулятор, и аккумулятор теперь не стандартный, как у пятерки, там, ну и у прочих моделей. Всего 3000 мА. Также, что изменилось. Корпус-то не металл. Пластик. Да, выглядит красиво, выглядит хорошо. Но, все-таки, пластик. В остальном, сейчас посмотрим, что он дает по результатам. Скажу сразу, да, версия есть 3.32, 4.64. В нашем случае 3.32. Если включить танчики, ну, не буду я включать, по одной простой причине, то, что там играет музыка, потом YouTube начинает ругаться, говорит, ты использовал чужую музыку на тебе. Бан. Поэтому, если вы ставите максималку на танчиках, то FPS будет приблизительно в районе 20. Так, ну, что, давайте, наверное, посмотрим, как у него плюшки девятого, миуи, миуи, в курсе, да, можно брать. И, например, стоит у вас здесь две сим-карты. Соответственно, два разных номера. Вы можете приложение, такое, как WhatsApp, задвоить. Один WhatsApp на один номер, второй WhatsApp на другой номер. Помимо прочего, можно сделать разделение экрана. Два разных приложения, либо, собственно говоря, два WhatsApp будут у вас на одном экране. В этом отношении это очень удобно. Итак, GPS-тест. Холодный, быстрый запуск, хорошая точность. По скорости 4 секунды ушло. Для того, чтобы спозиционировать себя, не то я закрыл, не туда я зашел. Итак, 4 секунды, напомню. У нас в прошлый раз ушло. Повторный запуск вообще мгновенный. И, собственно говоря, 9 спутников он из 20 цепляет, видимость. Точность очень хорошая. Здесь вопросов никаких нет. Кстати, беря этот телефон, учитесь пользоваться свайпами. А жесты на этом телефоне будут, ну, гораздо более удобные, чем навигационные кнопки. Что мы хотим посмотреть? Что мы хотим посмотреть? Мы хотим посмотреть результаты тестов. А где мы их можем увидеть? В галерее, в скриншотах. Куда-то делся Бонзай Бенчмарк. Куда, не знаю. Поэтому дважды я ткнул в антутушку. И получил чуть-чуть разные результаты 75165 и 75696 попугаев. В целом, ну, очень даже неплохо. Удалось даже победить 27% пользователей, 10%, 21% и 42%. То есть, как-то вот примерно такие результаты. Эпи-Оверхэд в 3D-марке не поддерживается. Айсторм Анлимитед 9986. Айсторм Экстрим 8007. Слинкшот 603. Слинкшот Экстрим 389. И, кстати, вот очень достаточно интересный тест. Он долгий, да? То есть, 15 минут я его тестировал. Он показывает, насколько расседает со временем при нагрузке процессор, ядра, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, вот если посмотреть, ниже чем, ну, там, 90 с копейками, он не падал, да? То есть, там, прям отключение, чего-то еще при перегреве и так далее, и тому подобное. Нет. Ну, насколько можно верить этому тесту, я на данный момент не знаю. Ну, в целом, результаты по нему он показал хорошие. Значит, если зайти в раздел «Мое устройство», мы видим чипсет MT6762, он же Helio P22, камера 12 Мп, Android 8.1, ну, память у него может быть либо 3, либо 4 тысячи встроены, 545 дисплей. Ну, все примерно то же самое, что я и сказал. Если мы зайдем в тесты «Work 2.0 Performance 5028», «Work Performance 6330», «Storage 4991» и «CompuVision 3043». Собственно говоря, на этом тесты закончились. Да, да, не густо. Не густо оказалось тестов. Для кого этот телефон? Ну, я подозреваю, он для тех, кто не любит лопаты. Раз. Да, и... Ну, в принципе, наверное, была бы хорошая замена 4X, если бы не понижение аккумулятора до 3000. В принципе, хватит. Да, то есть, тут есть там определенные оптимизации, но при этом 3000 для меня, ну, по умолчанию кажется мало. С ценами, ну, ребят, непонятно. Да, то есть, сейчас цены пляшут приблизительно вот так. Так, поэтому даже называть его стоимость я, наверное, не буду. Скажу только то, что он сейчас очень близится к цене Redmi 5, да, который при этом повеселее по мне, наверное, да. То есть, у Redmi 5 получается Snapdragon, он как-то более привычен, да. У Redmi 5, хотя нет, так же аккумулятор, ну, зато есть инфракрасный порт. NFC, соответственно, нету, ни в одном, ни во втором. Ну, вот как-то вот так, ребятушки и девчатушки. Ну, такая вот модель вышла, камера, в принципе, работает вполне неплохо. Где у нас бумажка, давайте, чтобы ерунду не сказать. Плюс у нас однозначный какой. У нас есть два лотка, в один вставляется nanoSIM, во второй вставляется nanoSIM и флешка. Флешка до 256 гигов поддерживается, в этом отношении вопросов никаких нету. Все хорошо. Не знаю. Если сравнивать его с 6A, ну, да, сканер, отпечатка, двойная камера, добавились. Опять же, у 6A версия 3.32 тоже есть, но по ценнику, да, она будет подешевле, чем этот. Ну, в общем, сложный вопрос. Ссылка на телефон в описании к видео будет. Будет ли он регулярным товаром, я не знаю. Да, надо посмотреть, как будет выглядеть на него тенденция цены. То есть, ну, опять же, да, я стараюсь иметь телефона в наличии с ценой максимально приближенной кали. Там, где-то на распродаже ухватить, где-то что-то еще. То есть, ну, как будто с отправкой из Москвы, да, без проблем вы можете это приобрести. Ну, и, собственно говоря, вроде как все. Сейчас скоро буду доделывать обзор на Note 5. По-своему он тоже интересен. По-своему, что из этого получится. Если чего-то в обзоре не хватает, пишите, комментируйте. Ну, а пока всем до скорых встреч. С вами был я, Михаил, канал Картавой Блогер. Услышимся, увидимся.